В какой стране заключенные начали проситься из-под домашнего ареста за решетку и зачем в Боснии устроили массовую свадьбу? А во всем этом прямо сейчас. Бывший президент Южной Кореи Пак Хэнхэ проведет за решеткой не менее 32 лет. Сеульский суд признал ее виновной по еще одной статье, приговорив дополнительно к 8 годам тюрьмы. Пак уже отбывает 24-летний срок по обвинению в коррупции и злоупотреблению служебным положением. Теперь же ее признали виновной во вмешательстве в выборы. Свою вину она отрицает. Тем временем прокуратура требует пересмотреть первый приговор экс-президенту, увеличив срок наказания еще на 6 лет. Назад в итальянскую тюрьму попросился гражданин Молдовы Виктор Сирбу. 29-летний мужчина был задержан за кражу. Позже меру пресечения заменили на домашний арест. Но через несколько дней, ночью, он появился у ворот тюрьмы и попросился обратно. Дескать, дома ему слишком жарко. Сотрудники тюрьмы удовлетворили просьбу молдаванина. Теперь он отбывает наказание в прохладе. Одновременно 60 мусульманских пар сочетались с браком в столице Боснии и герцеговины Сараева. Организаторы говорят, для большинства боснийцев свадьба – дорогое удовольствие. Поэтому решили помочь. Наряды для невест пошила местная благотворительная организация. Кроме того, каждая пара получила в подарок 300 долларов. После службы в мечети для молодоженов устроили праздничный банкет. Сенсации не получилось. Археологи исследовали содержимое гранитного саркофага, обнаруженного во время строительства в египетском городе Александрия месяц назад. Находки более двух тысяч лет. Ученые предполагали, что одна из мумий принадлежит Александру Македонскому. Мол, на черепе заметно повреждение, как у легендарного завоевателя. Однако после тщательного анализа от этого предположения пришлось отказаться. В Мьянме нашли прекрасно сохранившегося детеныша змеи в куске янтаря. Уникальной находке почти 100 миллионов лет. Фрагменты растений и насекомых указывают на то, что змея жила в лесу. Изучив находку, ученые пришли к выводу, что древние змеи не особенно отличались от нынешних. Почти два года назад в Мьянме в куске янтаря нашли фрагмент хвоста крошечного динозавра. В колумбийской столице Боготе устроили выставку плотоядных растений. Ботанических монстров собирали по всему миру. Среди более полутысячи экспонатов такие, как Венера-мухоловка и змеиная лилия. Устроители говорят, таким образом хотели развеять мифы вокруг растений-хищников. Дескать, их незаслуженно опасаются. А ведь они неприхотливые, не требуют особых условий. К тому же уничтожают насекомых, а некоторые виды даже грызунов. Рассказы о нападениях на людей не более чем сказки.